Для кого-то эти соревнования были едва ли не первыми в спортивной карьере, а кто-то уже успел провести на ринге под три десятка поединков. Причем, что любопытно, далеко не всегда подобный опыт гарантирует победу уж таковые особенности юношеского бокса. Начну, вопреки обыкновению, не с лирики, а с математики. На счету хозяев соревнований, воспитанников барнаульских клубов и спортивных школ по итогам юношеского первенства края по боксу 44 медали. 14 из них высшей пробы. Впрочем, медали не главное. Главное – отбор. На пенсию Сибирско-федерального округа, который пройдет у нас 25 апреля, здесь же, на этом же ринге надо будет проходить. И вот эта команда отбирается, именно сборная, на эти соревнования. Давай, иди доказывай. Доказывай. Ты чемпион. Более 150 участников, среди которых немало девушек, представительницы прекрасной половины боксирующего человечества, фактом своего наличия в ринге уже давным-давно никого не удивляют. Однако и чем-то вполне естественным это тоже назвать не удастся. Все-таки специфика вида спорта компромиссы исключает. Хочешь победить – бей. И если ты надела перчатки, про сантименты забудь. Должна быть готова, не к бою, в голове, то есть она должна продумать тактику боя, все. Должна быть подготовлена. Вот, не волноваться. По характеру? Характер у всех разный. То есть она может перед рингом поплакать, а в ринге быть прям бойцом, прям бойцом. При всей своей специфичности женский бокс в мире довольно популярен. И пусть на Алтае во время набора ажиотаж не наблюдается, тем не менее желающие заниматься есть. А значит, есть и успехи. На тренировке я с мальчиками стою все время в спаррингах. Ну, не очень тяжело. А они? Им не знаю. Девочке, им тяжело боксировать, потому что живот ударит, и не знаем почему. Но нам нормально, пацанам. Возраст участников турнира – 13-14 лет. Есть среди них боксеры уже довольно опытные, а есть такие, для кого с этих стартов дорога в большой спорт только начинается. Нюансов слишком много, а посему предсказать, чем закончится поединок, порой совершенно невозможно. Все-таки не опыт и техническое преимущество, а именно смелость, согласно поговорке, города берет. Очень непредсказуемо. Молодежь, юноши, взрослые уже знаем, а здесь все непредсказуемо. Делаем, допустим, жеребевку, разводим, смотрим сильнейший этот, а получается, может быть, другое даже получится. Это самый, а если вообще, это самый, не подсказуемый, самый интересный возраст. Это же наше будущее, вот оно, на кого мы надеемся. Опыт, приобретаемый в реальном поединке, в разы ценнее тренировочного в любом виде спорта. Если хочешь чего-то достичь, как можно быстрее переходи от теории к практике. Ну а для тренеров этот турнир – хорошая возможность еще раз проверить фаворитов. Уже просматривались на других турнирах, там, Междуреченский, Новосибирский, ребят просматривали, то есть уже видно, что есть у кого-то свой стержень, есть характер, есть там какая-то своя тактика проведения боя. С тактикой в таком возрасте, кстати, все предельно просто. Первое и главное, к чему нужно привыкнуть всегда и во всем – слушать тренера. Потому что, как пел Владимир Высоцкий, он большой и ему видней. Впрочем, проявлять инициативу боксеру тоже не возбраняется. Я его обманывал из уклона, начинал по голове. И каждый раз по голове, по голове. И за это он запутался и не понимал, что делать. Это тренер тебе предложил такую такую такую? Нет, сам придумал. Наибольшее количество наград на счету представителей боксерских клубов краевой столицы в 16 весовых категориях. Они завоевали 14 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых медалей. Лучшим боксером турнира был признан Владислав Бойко. Специальным призом за волю к победе наградили Ивана Ананьева. Оба также из Барнаула.